Всё для фронта, всё для победы. Эти слова стали не просто лозунгом, а настоящим руководством к действию для многих неравнодушных славянцев, которые помогают защитникам Отечества. В оказании этой помощи участвуют предприниматели, трудовые коллективы, жители как из города, так и из сельских поселений. Одно из самых активных – протокское сельское поселение. Маскировка на фронте очень нужна всем. Она помогает воевать и выживать в нелёгких условиях на передовой. Маскировочные сети – это важнейший расходный материал спецоперации, необходимый на каждом участке, независимо от того, пехота это, танкисты или штурмовики. Сети требуются постоянно и в большом количестве. Жительницы хутора Семисводного, протокского сельского поселения, организовали плетение маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне проведения СВО. А началось всё с горячего желания помочь нашим военнослужащим, мобилизованным контрактникам, добровольцам, которые исполняют свой воинский долг. В декабре 2022 года наша группа маскировочной сети была создана. Мы начали свою работу. Сначала дома начали плести. Затем, когда у нас стало больше женщин, попросили, обратились к главе нашего поселения Дмитрию Евгеньевичу, чтобы он нам выделал помещение. Мы пришли сюда работать на стадион школы 44. На данный момент за полтора года сплетено 301 маскировочная сеть. 8087 квадратных метров. На первый взгляд, плести такие средства маскировки – дело не хитрое. Однако в реальности эта работа очень кропотливая и трудоёмкая. Импровизированный цех развернули в здании при школьном стадионе. К работе подключились самые обычные женщины хутора. Особенно мотивирует то, что у нескольких есть родственники, которые служат или отдали свой долг родине в зоне СВО. Плетение маскировочных сетей для нашей семьи – это память о нашем зяте, подполковнике Ярманове Игоре Викторовиче, который погиб 1 сентября 1922 года. Женщины работают все добровольно, все стараются. У нас есть женщины, у которых там на СВО есть ребята, воюют мобилизованные. Это Шабалдина Людмила Анатольевна, её сын. Кутернега Александра Васильевна, двое сыновей. Гусь Евгения Егоровна, у неё внук служит на СВО. Также участники группы, всего их 21 человек, собирают благотворительные пожертвования для оказания поддержки участникам специальной операции. Материалы для маскировочных сетей приобретают на их средства родственников, а также всех жителей Семисводного. Наша группа собрала много гуманитарной помощи и передала воинам на СВО. Это и медикаменты, и вода, и ключи для ремонтного батальона, и прочие необходимые вещи, которые нужны на СВО ребятам. 300 килограмм была закуплена парафина, передана для изготовления окопных свечей. Да, мы готовы работать, пока не будет завершена специальная военная операция. Наш девиз – с Богом, спаси и сохрани, пусть будет всё хорошо. Всё для победы, всё для фронта. Наши мужественные воины сражаются с неприятелем за мир и покой, за наше будущее. И армия опирается на крепкий тыл, на таких неравнодушных людей, как жительницы этого небольшого хутора в Славянском районе. Они изо всех сил работают на победу, и эта бескорыстная помощь очень ценна и востребована. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Станислав Бурбыко, программа «События»